Первое, что я хочу сказать в отношении проблемы искусственного интеллекта, это то, что это не интеллект в целостном понимании, в нашем целостном понимании явления интеллекта. Это всегда какие-то грани нашего интеллекта, грани наших способностей, интеллектуальных способностей. Вот, например, мы же не говорим, что робот, который паяет микросхемы, или печатает микросхемы, чипы, или что-то там делает, какие-то сварочные работы, что мы не называем такую машину телом или телесностью человека, или физической телесностью человека. Мы называем это роботом, который делает какие-то вещи, которые похожи на наши вещи. на те вещи, которые мы делали и делаем сейчас иногда в каких-то определенных случаях своими руками. От этого этот робот не становится нашим телом. Но именно эту ошибку мы делаем, когда мы называем искусственный интеллект, интеллектом в целостном понимании этого слова. Мы должны понимать, что этот искусственный интеллект, это, скажем так, искусственные грани нашего интеллекта, какие-то определенные особенности нашего интеллекта. И у нас они все не сегрегированы, они спаяны в единое целое, их разъединить практически невозможно. И когда вы их разъединяете и расчленяете, то у вас уходит само ядро интеллекта, у вас остаются только оболочки, только симулякры этого интеллекта. Это первое, что я хотел бы сказать, что уже надо со старта понимать, что когда мы говорим искусственный интеллект, это искусственный квази интеллект или искусственные грани нашего интеллекта. Это первое. Это имеет большое значение, потому что нет ничего удивительного в том, что есть, например, домкрат, который поднимает несколько тонн, а мы можем поднять только 100 килограмм, или 325 килограмм, или 400 килограмм, или 500 килограмм, 532, я уже не помню, там сейчас есть мировой рекорд пауэрлифтинга. А домкрат поднимает в 10 раз больше. Так что это значит? Это значит, что домкрат лучше человека? Человека как общего явления? Нет. Это значит, что этот домкрат примитивный это что-то лучше, чем телесность человека? Как общее явление? Нет, конечно. Потому что в телесность человека у нее есть и мануальная мелкая моторика, и большая сила. Это все соединено в единую спайку. А домкрат это только одна грань, и она вычленена, и в этом плане она очень сильна. Точно так же с нашими суррогатами искусственного интеллекта. Есть определенные вещи наши интеллектуальные, например, там калькуляция. У всех у нас есть свойство калькуляции, мы можем что-то считать. И вот если это свойство вычленить, его можно сделать очень сильным. Но это не значит, что суперкомпьютер, который делает огромные вычисления, он равен или сильнее нас по интеллекту, как по общему явлению. По этой грани может быть, да, но по общему явлению никак. То есть это надо обязательно понимать, что мы сейчас имеем дело с какими-то гранями нашего интеллекта. И бывает так, если человек очень простой, у него вот это ядро внутреннее, которое как по пьемаше обклеено вот этими гранями, оно практически пустое, как пустая яичная скорлупа. И вот такого человека можно смоделировать вот этими гранями. Внутри практически ничего нет. Или остается, но где-то там в каком-то замершем виде. Но человек как явление развитое, развитое внутри, развитое с внутренним вот этим интеллектуальным личностным ядром, вот эти все наклейки внешние, они не исчерпывают внутренней сущности человека. Или даже не будем использовать термин сущность, а вот эту личностную, личностное ядро человека они не исчерпывают. Поэтому то, что мы сейчас видим, это очень сильное или усиление каких-то определенных граней, которые обклеивают как по пьемаше вот эту нашу личностную внутреннюю, внутреннее вот это ядро наше личностное. Сказать, что мы сможем искусственно вот этой процедурой по пьемаше родить вот это личностное ядро, я не берусь. Мне кажется, что это не получится. Хотя всякое возможно, но вот это личностное ядро, это в руках Бога. Вот. И я не знаю, может быть, когда-то Господь благоволит и у нас и наградит вот это наше по пьемаше каким-то внутренним ядром. Это вопросы не к нам, и ответа на этот вопрос пока что не существует. И он может быть дан только практически, то есть эмпирически. С другой стороны, сказать, что вот это по пьемаше станет сильнее в этих гранях нашего человеческого, в гранях человека как целостного явления, Да, такое может быть. В каких-то гранях станет намного сильнее. Но всегда останется внутреннее вот это ядро, которое непредсказуемо и которое может рождать настолько сильные грани, которые могут пробивать вот эту оболочку по пьемаше и разрушать те симулякры граней, которые сейчас мы пытаемся строить с помощью современных технологий. И поэтому я остаюсь человеко-оптимистом. Вот, то есть я верю в то, как и это показано сейчас в многих антиутопиях, что человек всегда найдет возможность и найдет инструмент для того, чтобы вот эту свою внутреннюю, неописуемую, несводимую к оболочке сущность и вот это ядро внутреннее, чтобы поставить ее выше, чем оболочка. Оно пробьет эту оболочку и разрушит грань, если даже она, эта грань, будет абсолютно железобетонная, очень сильная, созданная нашими руками. Все равно внутренняя вещь сможет выйти и сможет поломать этот бетон. Найдется у нас внутри какой-то алмаз, который его разрежет. Пока что мы этого алмаза еще не нашли в себе, но мы найдем его, если надо будет. И в этом мы отличаемся от всех технологий, которые могут нас создать путем создания нашего отпечатка. Поэтому я не боюсь того, что по пье-маше, или назовем их просто зомби, кибернетические зомби, как кибернетические симулякры феномена человека, что они смогут полностью победить, изничтожить и выбросить на свалку истории феномен человека. Я уверен в том, что внутри и в ядре нашей человеческой сущности, которая остается непостижимой и несказуемой с помощью вот этого метода моделирования извне, найдется инструмент, который разрушит все опасные для человека его же отображения в кибернетическом зеркале. Вот. Это зеркало может быть разбито. Это первое, что я хотел бы сказать. И второе, это то, надо ли создавать вот эти наши отражения в кибернетическом зеркале. Нужны ли они нам? Мне кажется, что нужны, но они должны быть контролируемы нами, жестко контролируемы, настолько же сильно контролируемы, как контролируемы другие наши вещи. Вот, например, мы материальные существа. У нас есть те же атомы, те молекулы, из которых, ну, не те же, имеется в виду, у нас есть те же атомы, молекулы иные, но те же атомы, из которых состоит окружающая среда. И если эти атомы имеют какие-то определенные скрытые свойства, которые есть у нас, но они заточены и очень сильно увеличены, эти свойства, такие, например, как ядерные свойства, там, радиация, радиоактивность и так далее, и эти свойства в каком-то объеме увеличены, заострены, и мы с помощью этих свойств делаем что-то очень сильное с физической точки зрения, например, атомные электростанции или атомный взрыв, это не значит, что мы сделали что-то сильнее человека. Мы состоим из тех же атомов, у нас в этих атомах есть те же свойства, но они не раскрыты настолько четко и настолько сильно, как в атомной электростанции. Это не значит, что атомная электростанция стала сильнее человека, но она должна быть, она в таком виде, эти наши свойства, заостренные эти наши свойства, они становятся для нас опасными, поэтому они должны быть очень сильно контролируемы извне. Такая же ситуация с другими нашими свойствами, свойствами нашей психики, например, свойствами калькуляции, свойствами различения синтаксиса и так далее, и так далее, и так далее. Эти все вот эти наши свойства, они могут быть вычленены, смоделированы и заострены, и очень усилены. И нам надо сделать так, чтобы использовать этот инструментарий, но всегда держать его в очень сильной узде для того, чтобы с помощью этого инструментария не сделать какие-то опасные, для человечества последствия. Ну, собственно говоря, это трюизм, то есть об этом говорится во многих и фантастических, научно-фантастических произведениях и в фильмах, вы это все можете видеть. Вот, я считаю, что это надо развивать, но развивать всегда без завала в какую-то одну из сторон. То есть полностью все отпустить, ничего не контролировать, и пускай себе спонтанно оно развивается, оно может взорваться. Вот, точно так же, как не контролировать полностью распространение ядерного оружия на планете Земля. Оно может привести к тому, что возникнет ядерный конфликт, не будет никаких инструментов для удержания этой ситуации. Нам надо это контролировать, и контролировать довольно-таки жестко. Я вижу, что есть определенное, есть понимание, не знаю, будет ли это понимание трансформировано в что-то реальное, в какие-то реальные механизмы контроля, но контроль должен быть, сдерживание должно быть. Иначе это будет очень, это будет неконтролируемое цепное развитие, и оно закончится катастрофой. Продолжение следует...